Я попал с отцом в замедленный мир. Мир, в котором все двигалось в тысячу раз медленней. Пока птица делала взмах крыла, в нашем ощущении проходило несколько недель. Да и вообще птицы висели в воздухе, и было ощущение бесконечного дня. Звуков в этом мире практически не было, как будто подушками обложили уши. Ведь звуки двигались тоже медленно, настолько медленно, что уши их не улавливали. Мы долго с отцом бродили по этому миру, пока вдруг не услышали шаги в этом абсолютно тихом мире. Звуки. Пап, слышишь меня? Смотри! Не успел я договорить, как ужасный человек в капюшоне схватил моего отца. Мы были далеко друг от друга, и я автоматически упал в кусты. Подумал, что может быть сейчас что-то решу, и наблюдал за процессом. Он очень быстро разобрался с моим отцом. Перемотал ему ноги энерговеревкой, потом он встал, оглянулся по сторонам, махнул рукой и потащил за ноги моего отца, словно это свиная туша. Я медленно повернулся, и прямо передо мной была змея. Змея в прыжке. Я все никак не мог привыкнуть, что нахожусь в другой временной фазе, и все длится очень медленно. Прыжок змеи закончится, ну, может быть, через месяц. Все потому, что на моей коже была временная граница, которая ограничила мое тело от мира, в котором мы оказались. Мой мозг, мои органы, мое тело работало в тысячи раз быстрее, чем шло время в этом мире. И я медленно побрел за этим чудиком, который тащил моего отца так неаккуратно. Мне кажется, он стер все лицо о камне. Через несколько часов преследования я увидел какой-то огромный серебристый купол. К этому куполу с разных сторон шли тоже такие же чудики в капюшонах. В куполе не было никаких дверей, и все эти чудики заходили в купол прямо сквозь него. Я видел, что некоторые чудики в капюшонах точно так же тащат других людей. Где они их ловили, и что они с ними делали, мне было непонятно. Я решил сразу не залезать под купол и дождаться, пока в округе не будет ни одного человека в капюшоне. Прошло несколько часов, и я понял, что я дико хочу есть. Я подумал, что в этом мире не будет проблемой, чтобы покушать. Ведь птицы прям висят в воздухе. Можно их съесть. И я сразу же заметил недалеко от меня взлетающего фазана. Отлично! Я подбежал к нему, попытался схватить, а он намертво был вшит в пространство. Он был в другой временной фазе, его невозможно было сдвинуть. Мой голод брал свое, и я со звериной злостью просто вцепился в шею этой курицы. Но она была тверда, как очень плотная резина. Зубы в нее не входили, хотя на шее сверху были просто перья. Наверное, когда пытаешься вонзиться зубами в плоть, которая находится в другой временной фазе. И когда мои челюсти соприкасались с курочкой, они должны были двигаться в соответствии с временем курочки. То есть укус бы я сделал через неделю. Я быстрее сдохну с голода. Интересно, а что же в этом мире тогда едят люди? Черт! Отец! Я стал ускоряться. Нашел поблизости палку. Подполз к этому куполу. Попробовал потыкать палкой. Она прошла в легкую сквозь купол. Но я не видел, что за ним. Я потрогал купол, но мой палец провалился сквозь него. И я почувствовал легкое покалывание, похожее на онемение конечностей. Делать нечего. Придется засовывать голову. На всякий пожарный я лег. И с самого низа купола я просунул голову. И на меня хлынули звуки. Звуки реального времени. Что-то двигалось. Какой-то гул голосов. Шаги. Жизнь. Звук жизни. А самое главное. Пахло. Безумно вкусно пахло. Мясо. Неподалеку от меня я увидел стеллаж с коробками, в которых была какая-то земля. И я быстро пробрался и спрятался за эти коробки. И тут, как назло, к ним подошел один из этих капюшонистых. Он меня не заметил и взял самую верхнюю коробку. Я подумал, что он сейчас уйдет с этой коробкой и я смогу тут осмотреться. Как вдруг к нему подошел еще один человек в капюшоне. Эй, ты вегетарианец хренов. Ты что, опять со своей землей водишься? Нет бы пойти поймать уже настоящего человека. Мне кажется, что у нас есть шанс оживить эту замедленную почву. Можно будет вырастить сою. А из сои можно будет сделать искусственное мясо. И не нужно будет ловить людей. А по-моему, это полный бред. Никто не будет питаться такой едой. В этом мире невозможно съесть животных. Сдвинуть их тоже нельзя. Приходится ловить фазонавтов, которые спрятались из разных времен в нашей застывшей фазе времени. Я уверен, что у меня получится. Нужно просто делать урановый калий. И он будет как раз замедленный. Ты же скоро умрешь. Ты что, не понимаешь? Без мяса никак не прожить. И вообще, ты до сих пор не понял, почему тебе дали шанс быть одним из нас? Ты этим шансом никак не хочешь воспользоваться? Дайте мне еще немного времени. Мы тебя здесь держим только потому, что ты ученый. Но это не значит, что ты не должен приносить еду в общак. И вообще, очень странно. Откуда ты тут взялся с образованием? У нас же здесь только одни барыги и мрази прячутся в замедленной фазе 2022 года. Такие же, как ты. Кажется, ты стал забывать, кому ты принадлежишь. Ты забыл, кто тебя отстоял перед советом, чтобы тебя не съели? Еще одна выходка. И лишим тебя капюшона. Пау! Да помню, я помню. Можно я уже начну работать? Мне нужно пробовать эту почву сделать плодородной для сои. И я сделаю соевые котлетки. Вы не отличите их от мясных. Хорошо, давай, иди. Даю тебе еще один месяц нашего времени. Не того, что снаружи. Ха-ха-ха-ха. Идея. Злобный житель купола ушел, а другой продолжал копаться в своих коробках. Как вдруг он уронил одну из них. И прямо на меня посыпалась земля. В воздух поднялась земляная пыль. Я ее вдохнул. И, конечно же... С непривычки мой чих казался грохотом. Эй, викторианец, ты чего там? У тебя там кто-то есть? А? А, до этого просто пыль поднялась. Я расчехался. Пш! Пш! Ты кто такой? Ты рискуешь здесь умереть. Я пришел сюда за отцом. Ты не видел? Он такой, в шляпе. А, знаю такого. Но он уже на четверть отработанный. Ну, отдал ногу. Что за бред? Да я согласен с тобой, это бред, конечно. Но тебе нужно убраться отсюда, иначе тебя тоже по частям съедят. Пошли, я тебя отведу под сопку. Покажу, как выйти отсюда. Вон туда. Сейчас я возьму коробку побольше, да, чтобы тебя спрятать. Ты за нее вставай, и мы пройдем незаметно от них. Мы шли в правый конец купола. Он был загорожен деревянной стеной. Вместо двери была какая-то ширма. И как только она отодвинулась, в мой нос ударил гнилостный запах падали. У меня... Мы прошли внутрь. Повсюду были гниющие скелеты, полуживые трупы, люди без ног и без рук. Что за хрень тут творится? Ну, что ты хочешь? У нас под этим куполом величиной с футбольное поле. Ничего нет. Ни холодильников. Ничего. И чтобы туша полностью не пропадала, отрезают понемногу, накладывают жгут, зашивают рану. Короче, ампутируют по чуть-чуть конечности. Фу! Боже! Черт, а где отец-то? Пойдем. Вон там, вон за той ширмочкой в углу. Кто-то шевелящий одной-единственной рукой схватил меня за ногу. Спасите! Так чем я тебе могу помочь? Убейте меня! Да не обращай внимания. Пойдем, пойдем. Вегетарианец схватил меня за руку и повел дальше вглубь. Там была еще одна ширма. Он отодвинул ее. И за ней было два металлических стула. На одном из них сидел мой отец. Без ноги. Пап, привет. Как ты себя чувствуешь? Сынок, беги скорее. Подальше держись от этого черта в капюшоне. Быстрее беги. Да все нормально. Он свой. Он с нами. Чего? Он же в капюшоне. Да ты присаживайся. Все нормально. Все хорошо. Присаживайся на стульчик. Да, спасибо. Конечно. Я сел на металлический стул. Нет, не садись. Что такое, пап? Все нормально. Я с ним договорился. Я даже не задумывался, но одна моя рука легла на подлокотник, на котором защелкнулся браслет наручников. Да! Чего? Чего происходит? Есть! Получилось! Я поймал! Чего ты творишь? Я думал, тебе не нравится быть с ними. Я думал, ты нас спасаешь. Ты бы на моем месте поступил бы точно так же. Знаешь, как сложно поймать вот этих вот бандитов? Они же все ведь такие накачанные. А я слабый. Я-то вообще мясо не ем никакое. Зачем ты это делаешь? Ты ведь против них. Они же все мрази. Ты нормальный. Да спусти меня! Но я не совсем против них. Я просто не могу поймать людей. Да потому что я еще этой почвой все время занимаюсь. Не получается сделать сою никак. И что ты собираешься сделать? Я сделаю котлетки и скажу им, что они соевые. И тогда они начнут меня уважать. Они же не знают, что я нашел человека. Думаешь, они не отличат вкус мяса от вкуса сои? Они сборище отбросов времени. Я добавлю в фарш травы и вуаля. Ладно, сидите пока. Поболтайте. Последние часы. А то вам недолго осталось. А я пойду найду пилу поострее. Сынок, ну зачем же ты полез под купол? Я должен был тебя спасти. Ну, ты даже не представляешь, какие упыри эти капюшонистые. А кто они такие? Я не понимаю. Это паразиты времени. Помнишь, я тебе рассказывал, что я работаю в ОПСОВ? Ну, Федеральная служба охраны времени. Да, точно. Вы же занимались тем, что ловили этих паразитов времени, которые в будущем, в каких-то там 20-х годах, изобретали машину времени, перемещались в прошлое и делали ставку или покупали акцию, потому что они знали, куда она пойдет. И тем самым они могли спровоцировать пространственно-временной коллапс и вся бы вселенная схлопнулась. Да, все верно. Так вот, большинство этих паразитов времени, чтобы скрыться, уходили в замедленные фазы времени. А для нас они как будто исчезали. Мы не могли их нигде найти в реальных временах. И, видимо, все беглецы скопились в этой фазе. Эх, вот бы я их всех поймал. Тогда бы меня точно повысили до полковника. Но сейчас я без ноги. Куда я вообще? Наш диалог прервал вегетарианец, который принес скальпель и пилу. Так-с, ну что, пора начинать. Это мы поставим сюда, потому что кровь тоже не лишняя в нашем мире. Послушай, ну они же тебя унижают. Ты ведь не такой, как они. Давай договоримся. Да, и я не такой, как они. Ну и не такой, как вы. Я особенный. И вообще для меня все люди одинаково никчемные, бесполезные и глупы. А я ученый. Ну дай мне просто уйти, пожалуйста. Я не вернусь сюда, честно. Нет. Так-с, сначала нам нужно отсечь мышцы от сухожилия прям по суставу, чтобы легче было пилить. Ну тогда будешь мне принести какой-нибудь яд? Ты же ученый. Я не хочу жить без одной ноги. Сынок, ну что ты такое говоришь? Ну, мы обязательно выберемся отсюда. Да и вообще сделаем тебе крутой биопротез. Ну в целом у меня тут есть кое-что. Сейчас сиди. Вот. На, держи. Только смотри. Примешь после того, как я все отрежу, чтобы мясо не испортилось. Хорошо. А можно еще последнее желание? Ой, ладно, какое желание? Мне 16 лет, и я ни разу в жизни не курил. Все, здоровье берег. Ну вот сейчас-то теперь какая разница? Я хочу попробовать. Можешь мне это достать? Хорошо. Ну на этом все, больше никаких желаний. Сейчас пойду. Я, конечно, не твой настоящий отец. Но я запрещаю тебе курить. Чего, блин? Нашел время включать отца. Лучше следи, пока он не вернется из-за ширмы. А я пока натру ногу этим ядом. Чего? Да что тут непонятного? Он сделает из моей ноги котлетки и отравит всех жителей. И мы хоть как-то будем спасены. Гениально. Так, погоди. А какую ногу ты будешь намазывать? Тут же хватит только на одну. Ты не помнишь, какую он решил отрезать? Черт, ты ведь прав. Блин. Придется действовать на удачу. Ладно. Пускай будет левая. Все, скатывай штанину, быстрее, он идет. Так, курева я не нашел, но зато нашел синтузию. Это гораздо лучше. Он дал мне выпить и меня действительно как отключило. Это был напиток из мира антижалости. Его пили для того, чтобы подавлять жалость к другим людям. Он отключал как душевную боль, так и телесную. Жить становилось легче, но ты становился безжалостной мразью. Я почувствовал облегчение. Это было весьма кстати. Так, ну что ж, приступим. Так, стоп. А какую ногу нам выбрать? Думаю, что правую. Она ведь опорная. Там мяса больше.